Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Я расстался с парнем, университетом Диала, с которым были серьёзные отношения, мы постоянно ссорились, потому что он мог сказать мне «заткнись», и без тебя сегодня могло быть лучше, и если я просил обсудить проблемы, то он постоянно говорил опять ты со своей драмой. В общем, мне это всё надоело, и я решил завершить отношения, мне занят уже пятый день, не пишут. С одной стороны, я рада, что все эти конфликты закончились, но я по нему скучаю, иногда могу поплакать. Я не могу выйти из этого состояния, я забил ему учёбу, и на себя не могу встать с кровати, я знаю, что надо отвлечься и забыть, но мне так плохо и обидно, что я просто как овощ, ведь я любила человека, шла на уступки и на диалоги, когда ему надо было, а он просто взял и вычеркнул это. Хочу это принять, но не знаю. Хочу это принять и забыть, но не знаю как, ибо не могу себя поднять даже с кровати. Вот, был сильный конфликт, я сказал, что всё надо раздаться, ибо было много боли. Ну, смотрите, во-первых, вы говорите про депрессию. Вот, это первый момент. Вот, то, что вы говорите про депрессию, на мой взгляд, отсылает нас сразу к медицинской теме, к теме медицины. Вот, то есть, иными словами, отсылает нас к теме, к теме, ну, помощи именно врачам. Вот, если у вас есть подозрения на депрессию, вот, то вам нужна помощь врача для того, чтобы, ну, чтобы с этим разобраться, то есть, вам нужна помощь врача для того, чтобы он диагностировал вам депрессию, вот. А если это на самом деле депрессия, вот, и, соответственно, помог вам медикаментозно, в том числе, ее скорректировать. Далее, вы пишите, я рассталась с парнем, инициатором я, с которым были серьезные отношения. Ну, прежде всего, нужно, наверное, сказать о том, что расставание с человеком, да, расставание с парнем, это психологическая травма, вот, это первое, что, ну, что нужно сказать. И, соответственно, вам эту психологическую травму нужно прожить. Вот, то есть, вам нужно проговорить и вербализовать, так скажем, все ваши чувства. Вот, ну, по этому моменту, да, по этому эпизоду, вот, это сделать, вот, в первую очередь, необходимо. Вот, дальше, значит, вы пишите, что у вас были серьезные отношения, тут особенным, ну, особенным моментом, как мне кажется, выступает. Аспект того, что вы вкладываете в, ну, вот, в понятие серьезных отношений, да, то есть, что такое для вас серьезные отношения. И, вот, на мой взгляд, вы говорите о серьезных отношениях в контексте того, ну, как мне кажется. Вы говорите о серьезных отношениях в контексте того, что они для вас значат, эти отношения, я имею в виду. То есть, вы говорите об этом в том контексте, что вы, например, ну, получали в этих отношениях. Что бы вы, ну, вкладывали, ну, в них, вот, в отношениях. Вот. То есть, вы говорите здесь, имея в виду серьезные отношения, о значимости и важности их, на мой взгляд, для себя. Вот. Говорите ли вы здесь, в контексте молодого человека, вот, говорите ли вы о значимости отношений в контексте, собственно, мужчины и ваших чувств. Чувств к нему, вот, большой вопрос. Очень большой вопрос. На мой взгляд, на мой взгляд, скорее нет, чем бы. То есть, вот, по моему мнению, вы здесь говорите о том, что вы сами хотели бы, и что вы сами, быть может, потеряли. Теперь, когда с молодым человеком на осталось. Вот. Вот. В том, что давали вам отношения с мужчиной, вот. Очень важно эти потребности, как мне кажется, определить. Очень важно, как мне кажется, эти потребности заметить. Очень важно, как мне кажется, отделить потребность вашу собственную, то есть именно вашу собственную потребность, именно ваше собственное желание, вот, отделить об того, что вы хотите для мужчину. Вот. И, повторюсь, очень важно, чтобы вы увидели, что вы вкладываете в понятие, так сказать, серьезных отношений. То есть, что такое, для вас серьезные отношения. Вот. Потому что, ну, пока, пока что, по крайней мере, это вот имеет такой оттенок. Вы пишите. Мы постоянно ссорились, потому что он мог сказать, у нас же следующие слова. Если я прошел абсолютно проблему, то он постоянно говорил опять из своей драмы. Что мы здесь видим? В первую очередь мы здесь видим четыре, но соответственно, что мы здесь видим именно это. вот. То есть, мы видим то, что вы говорите, что мы ссорились, потому что он необходимо определить вашу ответственность в ссоре. Причем, заметьте, пожалуйста, не вину, а именно ответственность. Вот. Чем отличается вина от ответственности? Тем, что вина – это априори что-то плохое сразу, а ответственность это просто вклад человека в то или иное. То есть, это вклад человека в, вот, ну, в какую-то ситуацию. Вот. Ну, в данном, в данном, в данном случае, вот, в данном случае, эта ситуация вот, ну, связана с конфликтом. Вот. Это в данном случае, эта ситуация связана со ссорой. Вот. Необходимо также учитывать и следующий момент, что ссора есть психологическая игра, в которую, к сожалению, да, играют люди, и в которую вы, к сожалению, тоже играете. Вот. То есть, эта игра, психологическая игра, скандал, в которую вы играете вместе с младым человеком. Вот. Вот. Как это, ну, получается? Вот. Как, как, или как так получается? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно изучить, собственно, эту психологическую игру, я думаю, что вы получите для себя ответы на этот вопрос. Вот. Вы увидите, что, в принципе, в основе скандала, в основе психологической игры скандал, лежит ряд моментов, в том числе моментов, связанных со страхом человека, эмоциональной близости, в том числе. То есть, человек, который, вот, вступает в ссору, вот. Это человек, который боится психоэмоциональной близости, это человек, который сдерживает, сдерживает и подавляет свои чувства, вот, это человек, который, вот, не замечает, как, ну, как, как правило, не замечает, а, того, что происходит с ним. Ну, ну, то есть, не замечает, вот, тех событий, тех явлений, в своей психологической жизни, вот, и, соответственно, вступает в конфликт. Вот. Дальше он мог сказать вот такие грубые вещи и что здесь важно понимать, когда мы говорим про грубые вещи. Когда мы говорим про грубые вещи, необходимо понимать следующее, что из ничего эти вещи не вырастают, что я уверен, что молодой человек не всегда, далеко не всегда, говорил вам эти вещи, вот. То есть, я уверен, что изначально молодой человек вам не грубил. Это началось, вот, в определенный момент ваших отношений. Необходимо понять, что это за определенный момент был в ваших отношениях, когда он начал грубить вам. Как вы к этому отнеслись впервые и на что вы рассчитывали, например, на что вы надеялись, когда это вот, ну, грубо говоря, грубо говоря, произошло еще раз. Это очень важно тоже понимать для того, чтобы нам с вами лучше ориентироваться в том, что происходит. Потому что сейчас, сейчас, вы, я бы сказал, просто даете ситуацию сейчас. Вы даете ситуацию, ну, знаете как, вы ее даете. Вы ее даете, как бы, по факту, что вот это происходит. Это происходило. Но, как это началось, как началось, что он стал вам говорить такие вещи, да. Как началось, что вы, ну, столкнулись как-то вот, ну, с таким, с таким феноменом. Это не очевидно, исходя из, ну, исходя из вашего сообщения. А это очень важно. Дело в том, что, если человек начал вести себя так только с вами, вот, здесь есть и ваша ответственность, ответственность. Если человек ввел себя так всегда, то также здесь есть ваша ответственность, а кого вы выбирали, да, и на что вы рассчитывали, на что вы надеялись. Выбирая его, вот. Следующий момент. То, что человек говорил вам, что вот, опять ты со своей драмой и так далее, говорит о чем? В первую очередь это говорит о том, что ваши отношения, по-видимому, носят чисто гендерное взаимодействие. Ваши отношения определяют чисто гендерное взаимодействие. Вот. Что это значит, чисто гендерное взаимодействие? Это значит, если мы говорим об этом, что вы взаимодействовали со своим молодым человеком. Скорее всего, только как мужчина и женщина. И не взаимодействовали, скорее всего, никак больше. Вот. То только как мужчина и женщина. Личностного взаимодействия между вами не было. Подобное возникает и тогда, когда у людей мало общего. Собственно, именно из-за того, что у людей мало общего, и получается такая история, получается такая история, что люди взаимодействуют только на гендерном. И, конечно же, для отношений, тем более для серьезных отношений, как вы называете их, это не есть хорошо. Да, человек вас не воспринимает, ну, не воспринимает или не воспринимает всерьез. Судя по тому, что мы видим. Это неприятно. Факт. Это факт. Но как вы к этому пришли? Вот. Какой важный момент. Ну, в общем, мне все это надоело и я решил вам закончить. Пишите вы. Вообще, это выглядит так, что вы потеряли надежду, что этот человек изменится. Вот как это выглядит. Вот. Потеряли надежду и решили закончить. Он мне звонит уже пятый день, не пишет. А он должен? Он должен вам звонить и писать. С одной стороны, я рада, что конфликты закончились, но я по нему скучаю и надо могу поплакать. Поплакать это нормально, но что есть скука? Скука есть, с одной стороны, потребность в чем-то, с другой стороны, скука это отсутствие целей. Отсутствие целей, отсутствие другой мотивации, то есть иными словами, по вашему описанию можно предположить, что вам, в общем-то, не особо чего интересно. В своей жизни. Вот. Ну, учеба, неинтересно точно. Раз вы, вот в этом смысле, ну, не можете как-то себя, как вы говорите, заставить. Там забили на учебу, на себя и прочее. Вот. Вам неинтересна ни учеба, ни вы. То есть вы сами себе неинтересны, у вас нет цели. Вот. Я имею в виду в жизни, как будто бы. Ну, вот. Кроме этого, очень важный момент заключается в том, на мой взгляд, что вы могли оказаться задетой. Вы могли оказаться задетой тем, что произошло. То есть на вас это как-то могло повлиять. Вопросы заключаются только в том, как на вас это повлияло. Вот. Чувствуете ли вы себя хуже, если да, то в чем и как? Чувствуете ли вы себя, например, униженной, если да, то в чем и как? Опять. Опять. То есть это, на мой взгляд, то, что нужно вам для себя также определить. Вот. Ну и, соответственно, вот вы пишите, что надо отвлечь и забыть. Да, но сначала нужно прожить то, что вы чувствуете. Вот. Вы пишите, я любилый человек, а что, сейчас вдруг резко разлюбили? Он просто взял и вычеркнул, а при чем здесь он? Где-то вы демонстрируете свою нуждаемость в нем? А чего-то принять и забыть? Да, это можно принять, но забыть не нужно. Это возможно на психотерапии через проживание. Вот. На этом все. Обращайтесь.